Только 14% украинцев готовы покинуть свои дома в случае полного блэкаута. По крайней мере, так сообщает исследовательская компания Gradus Research. Две трети опрошенных твердо намерены оставаться на своих местах проживания этой зимой. О том, почему большинство украинцев сохраняют в такой сложной обстановке оптимизм, и в том числе в подготовке в этом процессе к зиме, несмотря на постоянные российские массированные удары. Об этом детальнее расскажет наш коллега Данила Кобза. С началом холодов кремлевский режим только увеличил количество массированных ракетных атак по Украине. Их главной целью являются объекты критической инфраструктуры. Однако часто под раздачу попадает и жилой фонд. Только от взрыва одной ракеты в Вышгороде Киевской области погибли пятеро человек. Еще 20 получили ранения. Три дома сильно повреждены. Россия буквально забрала у десятков людей все. Все, кроме веры в победу. Ну, я местный, сейчас дадут какое-то жилье, где-то что-то, этот, ну, все официально бомж, так как и все. Я не такой один, так что, ребята, тримаемся, бомбы сила. Мы переможем. Ракетным террором Кремль хочет вынудить Украину сесть за стол переговоров. По мнению Москвы, отчаявшиеся граждане надавят на власть. Но эта тактика обречена на провал. Многие украинцы стали готовиться к зиме еще задолго, до первых массированных обстрелов. Например, Алексей закупил дрова еще летом. Здесь у нас котел твердотопливный. Работает на дровах. Сейчас вот работает. Греет этот вот бак. Тепло, аккумулятор. И от него уже идет насос. Ведет тепло, воду по всему дому. Даже во время аварийных отключений дома у Алексея остается свет, тепло и вода. Теперь мужчина советует другим украинцам, как подготовить жилища к зиме. Первое и самое главное, я считаю, что это все-таки генератор. Чтобы был какой-нибудь более стабильный и долговременный источник энергии. А дальше это уже аккумуляторные батареи с инвертором. Чтобы можно было подзаряжать. Это уже какая-то независимость и более дешевое решение. Генератор не придется гонять весь день. Чаще всего из-за атак России в домах украинцев пропадает электричество. Однако от него зависит также подача воды и тепла. Официальные власти рекомендуют гражданам держать дома запас питьевой воды, теплые вещи и несколько заряженных аккумуляторов. На случай, если с последствиями атаки не удастся справиться быстро. Украинцы к рекомендациям относятся серьезно, но оптимизма не теряют. Пауэрбанк обовязково. Пауэрбанк обязательно. Я вам больше скажу, гирлянду купила на USB, потому что от пауэрбанка можно осветить всю комнату, потому что выключают свет. У меня приватный будинок. У меня частный дом. Пелеты заготовил, дрова и дизель-генератор. Мы всех победим, а нас не победить никому. С позитивом готовлюсь к зиме, конечно. На случай полного блэкаута по всей Украине также установили 4000 специальных пунктов несокрушимости. Они могут одновременно принять до 400 человек. В пунктах всегда будет тепло, вода и свет. Бизнес также запустил похожую инициативу. Такой пункт обустроили в одном из киевских ТРЦ. Даже во время аварийного отключения электричества свет здесь будет бесперебойно. Поэтому любой желающий сможет прийти сюда, согреться и подзарядить свой телефон. Такие заряжайзеры открыли в 70 строительных супермаркетах по всей стране. В самой сети подчеркивают, что такая взаимопомощь между бизнесом, государством и гражданами многое говорит об украинцах как нации. Я думаю, что в этот трудный период очень важно, чтобы бизнес включался в эту помощь и чтобы люди почувствовали эту руку помощи, которую бизнес протягивает. Почему? Потому что у бизнеса в основном немножко больше возможностей. Например, большие мощные генераторы, которые трудно купить обычным гражданам. Мы это понимаем. Очень многие торговые центры и бизнесы сокращают потребление электроэнергии. Но за счет этого сокращения мы как раз и можем долю этой энергии отдать людям. Вопреки российскому ракетному террору и постоянному звуку сирен, украинцы верят, что государство движется в правильном направлении. Так, согласно социсследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии, 88% украинцев считают, что через 10 лет страна будет членом Евросоюза. А 96% готовы терпеть трудности в ближайшие годы ради дальнейшего процветания Украины. Данила Кобза, Виктор Головко, Дмитрий Борщ, Юрий Шульга. Для телеканала Freedom. О настроениях украинцев поговорим буквально через несколько минут. Вот информация о том, как восстанавливается украинская энергетическая инфраструктура, несмотря на постоянные массированные атаки со стороны страны террориста. В Кривом Роге это Днепропетровская область, 95% города уже со светом. На электротранспорт, единственное, что он работает в таком ограниченном режиме, об этом сообщил глава городской администрации Александр Вилкул. Также, по словам Вилкула, в городе ранее было запущено уже более 80% котельных, благодаря украинским героям, энергетикам, которые совершают свою работу, несмотря на постоянные атаки со стороны Российской Федерации. Также в Харьковской области удалось восстановить энергоснабжение на 70%. Об этом сообщил председатель областного военно-гражданской администрации Олег Сенегубов. В то время, по его словам, без света остаются еще около 150 тысяч человек в Харькове и почти 300 тысяч человек в области. Но, тем не менее, мы видим, действительно, что гораздо больше половины, уже 70% энергоснабжения удалось восстановить. И, действительно, работы идут достаточно стремительно, и прогресс также ощущается. К нашему эфиру сейчас присоединяется Дмитрий Грымаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра прожитиводействия российской пропаганды. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий, ну ведь, на самом деле, мы вот недавно даже смотрели материал нашей коллеги Ксении Смирнова, она людей на улицах французских городов опрашивала, что они думают об Украине и так далее. И, на самом деле, украинцы, они очень стойко себя сейчас ведут, они очень стойко проявляют свою позицию, свое намерение все-таки защищать суверенитет Украины и, несмотря ни на что, не сдаваться. И, самое главное, действительно, ведь проявляют доверие к власти, это очевидно сейчас. Как вы считаете, главным образом, чем это обусловлено именно сейчас, в условиях войны, когда Российская Федерация осуществляет психологическое давление теми же обстрелами гражданской инфраструктуры? Ведь на самом деле Российская Федерация делает все, что вывело бы из себя, можно сказать, среднестатистического россиянина. Почему в Украине люди настолько крепко держатся и настолько несокрушимы на самом деле? Это не просто громкое заявление, это ведь на самом деле так. Ну, во-первых, скажем, это война стала войной украинского народа. Это не просто в свободе, не поделить или какой-то кусок территории, либо еще чего-то. Это война украинского народа, и каждый понимает свое ответственность. Сейчас вам перезвоним, Дмитрий, слышите, да, меня? Перезвоним сейчас нашему гостю, есть проблемы небольшие у нас со связью, опять-таки напоминаем, массированные российские атаки происходят, есть проблемы со связью, со светом, да, есть проблемы. Но украинцы держатся и будут держаться, об этом мы говорили и наши коллеги в материале. Есть также информация, ходила она в интернетах, как говорится, и даже кадры специальные появлялись, появлялись о якобы каких-то протестных настроениях в Украине, исходя из ситуации с энергетической инфраструктурой, отсутствием в некоторых городах, селах, иногда даже областях отопления, это все попытка создать в Украине определенные условия для ИПСО, информационно-психологических операций. Российская Федерация как раз пытается использовать в Украине технологии, которые уже не работают. В частности, организация различных акций протеста, об этом в интервью Украинформу заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Далее детали. Россия попыталась зайти в эту тему, спровоцировав протестное настроение и даже разработав целую сеть информационных листовок, в которых пишут «Верните нам свет и садитесь за стол переговоров, соглашайтесь на любые условия, а главное – верните нам свет и тепло». Но это выглядит странно. Для любого человека предательство – это предательство. И попытка принудить Украину, украинское правительство, принять ультимативные условия, потому что Россия атакует энергетические объекты. Это именно проявление, на мой взгляд, предательства. И мне кажется, что это еще одно доказательство того, что Россия абсолютно неадекватно оценивает Украину. Она продолжает использовать в Украине, вернее пытается использовать те технологии, которые здесь уже не работают, не имеют ни малейшего значения. Они никак не изменят общественное мнение, никак не повлияют на оценку войны. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины, из интервью Украинформу. Итак, в победу над Россией верят 90% украинцев, а для 55% украинцев победа – это полное вытеснение оккупантов, как было до 2014 года. Об этом свидетельствуют данные социальных опросов, мнения экспертов по поводу ожидания украинцев от будущего. Собирали наши корреспонденты. Давайте посмотрим. Украинская государство оказалось более дееспособным, чем мы могли предполагать. Это чрезвычайно приятно, что мы можем жить в стране, где государство оказалось более стрессоустойчивым, чем мы могли ожидать, исходя из своих эмпирических наблюдений. Изменилось в уверенности в себе, в уверенности в Украине. Изменилась уверенность в себе, уверенность в стране. Это может философское такое понятие, что такое уверенность, но это оценка относительно того, кто мы есть. Это самоидентификация. Украина себя всегда оценивала, как видим, почти в 3, 3,0, что чуть выше среднего. Мы не туда, мы не сюда, мы посередине, мы где-то хуже европейцев. А сейчас у нас оценка 4,6, и это очень высокая оценка. Чтобы вы понимали, это один из топовых показателей. И также по отношению к внутренней уверенности тоже возросла оценка. С 4,5 до 6,4. Это по отношению к гражданской жизни. Мы спостерегаем значительно больше из торгов. Мы наблюдаем значительно больший скачок уровня доверия к органам власти, президенту Украины. Сейчас доверяют 82% опрошенных. Это такой показатель, которого никогда не было. Ну, это близко к тому показателю, когда Зеленский пришел к власти. Тогда было около 79%. Мы видим, что после войны уровень доверия к нему вырос, как и вырос уровень доверия ко всем органам власти. Раньше, когда социологи заходили с качественными исследованиями где-то в Харьковскую, Донецкую или Днепропетровскую области, постоянно слышали такую фразу. Вот в Западной Украине нас не любят. Аналогично заходили во Львовскую, Закарпатскую области. Те тоже говорили, что люди из Восточной Украины нас не любят. И этот месседж, они нас не любят. Не мы их не любим, а именно они нас не любят. И там, и там был очень сильный. Сейчас появилось большое количество внутренне перемещенных лиц. Местное население увидело их. Поняли, что это обычные люди. С ними можно говорить. Соответственно, этот конфликт, Запад-Восток, он просто исчез. Большинство людей испытывают оптимизм и надежду. И по сравнению с прошлым годом стало значительно больше тех, кто считает, что Украина в ближайшее время сможет преодолеть все проблемы и трудности. Если год назад таких было 18%, то сейчас более 40%. Еще более 40% полагают, что преодолеют все препятствия в более отдаленном будущем. Еще до атак на инфраструктуру. Относительно атак на инфраструктуру все эти обстрелы не стали для нас неожиданностью. Люди этого ожидали. И более или менее готовились. Они закупили 38,9% пауэрбанки, 38,5% свечи, 34% продукты длительного хранения. Ну и так далее. Что касается ожидания от будущего, то 90% верят в победу. Причем на вопрос, какой они видят победу, 55% отвечают, что это будет полное изгнание захватчиков со всех территорий. Более 20% считают, что победой будет стимуляция радикальных изменений в самой России. Например, смена власти. К нашему эфиру возвращается Дмитрий Грымаков, социолог, эксперт по коммуникации Международного центра противодействия российской пропаганде. Дмитрий, снова вас приветствуем. И я буквально коротко напомню зрителям вопрос. Суть вопроса была в том, в чем залог успеха. Почему украинцы держатся, несмотря на то, что Российская Федерация предпринимает абсолютно все для того, чтобы воздействовать психологически. И, собственно, все действия, которые сейчас совершает Российская Федерация, вывели бы из себя уж точно любого среднестатистического россиянина. Видимо, поэтому они именно такие атаки и совершают, имея в виду те же атаки по гражданской инфраструктуре. Пожалуйста. Дмитрий, слышите ли вы нас? Есть небольшие проблемы, я так понимаю. Работаем в прямом эфире, такое случается. Опять-таки, еще раз напоминаю, как раз и тема нашего сегодняшнего разговора с Дмитрием о том, что, несмотря на атаки со стороны Российской Федерации, украинцы и готовятся к зиме в том числе, и позитивно смотрят в будущее, доверяют своему президенту, чего, я думаю, нельзя сказать как раз о том среднестатистическом россиянине, о котором ты сказала, Каролина. Я говорю о доверии к президенту Украины, по разным соцопросам доверие президента к президенту со стороны украинцев достигает 90, более 90 процентов. Это все благодаря тому, что после начала полномасштабной агрессии российского государства против украинского, власть украинская защищает свою страну, защищает своих людей, защищает свою нацию. Чего не скажешь о Владимире Путине. Как пример, это вчерашний вот этот вот, не знаю, цирк, спектакль. Показательный спектакль, встреча с матерями. Я напомню, что каждая из этих матерей, которые пришли на встречу с Владимиром Путиным, оказалась какой-то российской чиновницей. Там была женщина, которая предоставляет какую-то творческую сферу. Но опять-таки, она снимает фильмы, именно те, которые сейчас нужны Российской Федерации, но абсолютно не занимается тем, чтобы показать правду и на самом деле открыть глаза россиянам. И, скажем так, помочь россиянам, чей разум несколько затуманен пропагандой, найти ту самую правду для себя и обезопасить своих же детей. Потому что на данный момент знать правду, это означает иметь шанс оставаться в безопасности. Конечно же, мы понимаем, что все это о принудительной мобилизации на территории Российской Федерации, которую обещали уже завершить. Но, естественно, то, что обещается в Российской Федерации, как правило, не исполняется. Ну и возвращаясь к теме стойкости украинцев, не единожды мы рассказывали на своем примере, как украинцы и на свечах научились разогревать еду и просто проводить семейные ужины. И, собственно, там в гостях, где свет, есть и вода, скажем, потому что отключают не всегда у всех равномерно. И украинцы держатся. И даже если где-то, в некоторых, это тоже я заметила, в некоторых социальных сетях можно встретить какой-то пост усталости, мол, вот, ну да, мы несколько устали, приходится подстраиваться график работы. Это, как правило, пишут те люди, которые могли бы выехать из Украины, но они не выезжают. И это, наверное, естественно, что время от времени у человека появляется усталость, но все-таки стойкость и все-таки уверенность в том, что Украина это единственный правильный выбор и в том, что Украина выстоит, они превосходят даже вот эту некоторую усталость, которая иногда может и проявляться. Все мы люди, мы можем это испытывать, это нормально. Наши корреспонденты также собирали мнение украинцев о том, чего они ждут буквально в ближайшем будущем. Давайте узнаем. ВСУ и Залужному. Это наша надежда вернуться домой. Ожидаем, чтобы Запорожье освободили, потому что мы оттуда. Ждем, ждем хороших новостей. Я доверяю государству. Ну, конечно, что доверяю. Я считаю, что у нас самые лучшие люди. Сейчас люди очень объединились ради общей цели, победы и целостности нашего государства. Важно было бы, чтобы скорейший мир наступил на нашей земле. Хотелось бы, чтобы скорее мир наступил на нашей земле. Больше близким доверяем. ВСУ верим. Думаем, что скоро будет победа. Ждем самого лучшего победы и будем держаться. Первая леди Украины Елена Зеленска в интервью BBC сказала, что украинцы готовы терпеть и два, и три года, лишь бы добиться победы в развязанной России войне. Эти слова сказаны ей не просто так, считает Пятер Ауштрявичус и литовские государственные деятели политики. Эту цитату мы можем прямо сейчас услышать. Знаете, я это объясню тем, что и президент Зеленский, и госпожа Зеленская, они общаются с людьми. И они чувствуют это. Это исходит из людей. Они это не изобрели. Это, знаете, это написано в глазах у украинцев, когда с ними говоришь. И вот это пример, который, я очень надеюсь, что вот это, как бы, влияние такое передастся на нашу сторону, потому что некоторые политики еще на Западе живут, я бы сказал бы, в странной зоне комфорта, особо безопасности и экономических возможностей и так далее. Вот хотелось бы, что вот это такое влияние, хорошее влияние, человеческое влияние, это мнение передавалось и на нашу сторону. Они говорят то, что они знают, то, что им говорят люди, и слава Украине. Украинцы будут продолжать воевать за свою свободу, и тем временем западные союзники должны более активно поддерживать Украину, чтобы уменьшить количество жертв кремлевского террора, так считает директор энергетических программ Центра Разумкова. Об этом он заявил в нашем эфире. Вы знаете, Украина уже терпит российский терроризм больше 400 лет. То есть готова терпеть еще и дальше, но с другой стороны, значит, тоже как бы все это терпение и вся эта ситуация каждый днем приводит все больше и больше жертв украинцев. Это самое главное, это потери людей, потери, значит, перспектив людей. И это, так сказать, конечно, вещи, которым надо противостоять. И поэтому я бы так сказал, что все-таки это не этот путь бесконечного терпения. Он, мы видим, за 400 лет мало к чему привел. Тут надо не столько терпеть, сколько воевать за твои интересы, что сейчас и происходит. И Западу не надо рассчитывать на терпение Украины, а надо более активно помогать, не бояться, не отсиживаться за спиной Украины, не рассматривать Украину как буферное государство. Надо отказаться от политики, когда, значит, самое главное, это не войти в прямой конфликт с Россией, а понять, что необходимо победить Украину, чтобы Украина победила Россию. А для этого надо более активная поддержка всеми видами оружия, оружием сдерживания, чтобы российские ракетные удары не оставались безнаказанными. На каждый ракетный удар по украинской инфраструктуре необходимо, чтобы, значит, прилетала ракета в то место, откуда этот удар произошел. То есть это концепция, которая была в статье господина Залужного несколько месяцев назад, то есть перенесение центр тяжести в военные действия и стратегии. Вот абсолютно правильная стратегия, я ее поддерживаю, пока этого не произойдет. К сожалению, мы вынуждены будем иметь большие жертвы и, так сказать, нам ничего не остается как терпеть. Ну, к сожалению, так сказать, пока что Запад очень медленно приходит к тому решению, которому подталкивал господин Залужный со своим коллегой, другим генералом, членом комитета Верховного Совета, к перенесению центра тяжести военных действий в этой войне. К сожалению, не удалось восстановить связь с Дмитрием Громаковым, но мы обязательно эту тему еще будем обсуждать в последующих наших прямых эфиров. У нас впереди еще много интересных тем и интересных авторитетных экспертов, поэтому оставайтесь с нами через мгновение. Вернемся к вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!